Соревновались в строевой и физической подготовке, творчестве и эрудиции. Ежегодный патриотический конкурс «Мужской батальон» прошёл на Камчатке. В мероприятии приняли участие четыре команды. 41-й легион – воспитанники Вилючинского центра социального обслуживания населения, отважные – учащиеся средней школы номер 40 Петропавловска, камчашка – учащиеся Паратунской средней школы и монолит – воспитанники Камчатского центра социальной помощи «Семья». Этот конкурс направлен на развитие патриотического воспитания, исторической памяти несовершеннолетних. И служит для того, чтобы дети иногда даже попробовали до военской службы ту же самую строевую подготовку, разборку-сборку автомата. Потому что очень многие дети даже в таком возрасте, как 16-17 лет, просто не знают такие команды, как «Направо-налево». Ну и плюс они ставят, как все команды делают номер, инсценировку какой-либо патриотической песни или какой-нибудь концертный номер, который посвящен именно любви к родине. По итогам всех этапов конкурса первое место завоевала команда «Отважные», второе место у «Камчашки», а третье место заняла команда «41-й легион». В конкурсе в том числе принимают и ребята из неблагополучных семей, которые состоят на различных формах учета. И поэтому такая возможность проявить себя в чем-то, показать, что он любит свою родину, что он готов ее защищать, и это очень много значит. У таких детей очень сильно меняется самооценка после участия в таких конкурсах. Конкурс проводится в целях повышения уровня гражданско-патриотического воспитания у подрастающего поколения, формирования чувства патриотизма и активной гражданской позиции, воспитания, уважения и доверия к государству на примерах ветеранов войны, формирования готовности юношества к защите Отечества и службе в Вооруженных силах России.